Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Эксклюзив». Меня зовут Мольдер Абдуалеева. И сегодня мы приехали в Западноказахстанскую область для того, чтобы побеседовать с Акимом Западноказахстанской области, Галией Скалеевым. Валий Нажмеденович, здравствуйте! Мы сейчас первым делом приехали в больницу. Скажите, какова ситуация с коронавирусом в регионе в настоящее время? Добрый день! Ситуация по коронавирусу на данное время напряженная, но стабильная, наверное, как во многих регионах Казахстана. В день примерно выявляется 35-40 новых случаев заражения и примерно столько же выписывается каждый день. У нас в начале весны, летом были сложные ситуации. Резко увеличилось количество так называемых ввозных заболевших. Это в первую очередь много приезжало больных с Российской Федерации, ну и потом из Атравской области, это с Тенгизского месторождения. И в день мы примерно по 100-120 новых случаев заразившихся выявляли. Поэтому, чтобы не повторить этих ситуаций, опять правительство и местные исполнительные органы приняли ряд мер. Одна из принятых мер – это мы находимся в новой модульной инфекционной больнице, в которой в ближайшие дни будет сдана эксплуатация. Сейчас у нас в резерве 2500 коек, то есть я думаю, мы готовы к тому, чтобы принимать необходимое количество больных. Лекарственными средствами сейчас обеспечены на полтора, по некоторым позициям на два месяца купили 39 машин скорой помощи. То есть на данное время могу сказать, что мы готовы к новой волне. Конечно, 100% никогда нельзя говорить, но готовность есть на хорошем уровне. А сколько средств бросили на борьбу с коронавирусом? Если говорить только о бюджетных средствах, это вместе с республиканским бюджетом около 12 миллиардов тенге. В том числе, большая часть, конечно, ушла на строительство этого госпиталя, потому что, сами понимаете, рисковать жизнью и здоровью населения, конечно, нельзя. Поэтому было принято решение именно быстро возводимое госпиталь построить. Остальная сумма – это около 5 миллиардов, это на приобретение средств индивидуальной защиты, на приобретение оборудования и так далее. Аппаратов ИВЛ хватает? Вот новых 88 закупили, в том числе за счет спонсорской поддержки. Свои у нас около 130 аппаратов ИВЛ было. То есть дефицита в аппаратах ИВЛ не было в регионе? Нет, они не были все задействованы, то есть дефицита не было. А с масками, с лекарствами ситуация? Какой была летом? С масками проблем не было. На сегодняшний день тоже у нас в запасе около 2 миллионов масок имеется. С помощью наших предпринимателей цена маски достаточно… Ну, когда еще в других регионах было 60 тенге, уже мы где-то 35-40 тенге держали. Но сейчас цена еще больше упала. Мы и собственное производство быстро возобновили. Что касается лекарств, да, были определенные сбои по лекарственному снабжению. Надо это признавать. На сегодняшний день, я думаю, проблем нет. Сколько человек погибли за время коронавируса? 144 человека у нас умерло от коронавируса, в том числе 4 медицинских работника. А в целом вот медицинского персонала хватало для того, чтобы оказывать свою помощь гражданам? Да, вот, к сожалению, у нас во время исполнения своих служебных обязанностей 495 медика тоже сами заболели этим новым вирусом. И было время, когда у нас была острая нехватка медицинских работников. И, ну, честно говоря, ребята по 2-3 смены иногда работали без отдыха. Я вот за что им благодарен. Я с ними все время на связи был. Хорошо, что мы, условно говоря, пережили этот период. Валерий Жмеденович, как распределяются бюджетные средства? Какая часть заложена на следующий год? Формируются, конечно, предложения всеми местными исполнительными органами. То есть начинается анализ проблемных вопросов. Они примерно ежегодно одинаковые, похожие. 55-60% бюджета области, мы так называемый социальный бюджет, это содержание наших объектов, культуры, образования, спорта, зарплаты, пенсии, адресная социальная помощь, субсидирование каких-то других социальных расходов. Остальные деньги – это ремонты городов, улиц, содержание дорог, инфраструктуры. И ежегодно мы порядка 15-20 миллиардов в начале года оставляем на так называемые проекты развития. Это строительство новых объектов. Мы полностью исключили строительство объектов, которые, скажем так, больше имиджевые, и потом в будущем будут нести дополнительные расходы на их содержание. То есть такие объекты мы и в этом году их не финансировали, и на следующий год не планируем. Есть также бюджет развития, связанный с выплатами Крочеганакского консорсума. Они в основном будут направлены на реконструкцию терминала аэропорта, на завершение, вот здесь вы видите, Большого дворца культуры. То есть, в принципе, все объекты расписаны, проходят общественные слушания и утверждаются на маслехатах. Поэтому у нас все прозрачно. Все, конечно, проблемы формируются на основании предложений самих акиматов и населения, в первую очередь. Общественный транспорт насколько изношен? Я знаю, что в регионах это очень актуальная проблема. У нас лидеры по обновлению автопарков – это Алмату-Нур-Султан. Какова ситуация с общественным транспортом в Западном Казахстане? Сейчас порядка 500 автобусов в городском городе Уральск работают. Они, конечно, все разные. Есть небольшие, есть и большие. И у нас в Уральске много перевозчиков, и они по мере своих возможностей обновляют парк. Но, конечно, обновление требует новых инвестиций. Мы хотим помочь нашим перевозчикам, льготным лизингам автобусов, чтобы они могли обновить свой парк. И будет, конечно, рассматриваться вопрос дифференциации тарифа. То есть, ну, как в других городах, вы правильно сказали, в Алмату-Нур-Султане сделали. То есть, если платишь наличными – один тариф, без наличных – другой тариф. То есть, по этому пути мы тоже идем. Я думаю, мы в первом квартале 2021 года уже решение примем по обновлению автобусного парка. А на сегодня, к сожалению, да, медленно это происходит. Мы планируем там, ну, минимум 100 таких больших комфортабельных автобусов взять в первом и максимум в втором полугодии, в втором квартале. Говоря о бюджете, особенно интересны социальные направления. Вот сколько средств выделяют на этот блок? Ну, смотрите, у нас, да, этот год у нас где-то 320 миллиардов тенге бюджет области составил. 55-60% – это вот именно социальный блок. Ну, в этом году, наверное, даже побольше, я думаю. Теперь, говоря о бизнесе. Вот я знаю, что ваш санитарный врач, главный санитарный врач, он очень такой, насколько я поняла, принципиальный человек. И он часто конфликтует, да, с бизнесменами. То есть он отстаивает свою позицию, бизнесмены делятся своими чаяниями. И такой конфликт, скажем так, интересов. Главный санврач в интересах населения действуют, предприниматели. Их тоже можно понять, они тоже сейчас в убытке. Вот в этом году какова ситуация с бизнесменами, и как в целом они поддерживают область, и как область поддерживает предпринимателей? И здесь, конечно, сложно найти решения, которые устраивают всех. Поэтому на территории региона решения санитарного врача области, они, конечно, обязательно к исполнению, в том числе и Акиматам. Ну, компромисс надо искать. В июне, в июле ситуация была очень сложная во всех регионах, в том числе у нас. И это намного больше ущерб принесло не только предпринимателям, а всем, в первую очередь, тем, у кого умерли люди или сильно заболели. И практически, наверное, половина области была, деятельность приостановлена была. Что касается поддержки со стороны предпринимателей региона, в этом году наши предприниматели достаточно хорошо помогли именно в период пандемии. Честно говоря, в первое время, когда потребовалось большой объем оборудования, лекарств, вот именно за счет того, что это были не бюджетные деньги, а спонсорские, кормили врачей, поддерживали наших пенсионеров, развозили лекарства. То есть, ну, скажем так, все предприниматели, наверное, приняли участие, каждый по своим возможностям. А вот какую поддержку Акимат оказывает? В прошлом году сделали анализ государственного бюджета, и вот государственные закупки, они могут помогать, конечно, бизнесу, могут и навредить. Поэтому, проанализировав процедуры государственных закупок, приняли решение чуть-чуть видоизменить их. Допустим, ну, две проблемы, это по государственным закупкам, это есть коррупционные риски, они всегда есть, наверное, их надо постоянно уменьшать. И второе, это то, что в государственных закупках могут участвовать компании, которые, как мы говорим, приходят только с авторучкой, выигрывают, а потом отдают на субподряд тем, у которых, на самом деле, есть возможность исполнить государственный тендер. Вот, чтобы вот эти две проблемы уменьшить, мы несколько новшеств ввели. Какие? Это, ну, первое, это вот, почему я вас сюда пригласил, это закуп услуг на трехлетний период. То есть, допустим, здесь я хотел показать, но зимой не очень видно. Здесь мы высадили на площадь Первого Президента, в этом году высадили 1200 деревьев и около 20 тысяч кустов многолетних. Ежегодно мы тратили раньше такой же объем денег, но на однолетние цветы, да? Мы эту практику в Нурсултане начинали, мы ее сюда перенесли. То есть, вместо однолетних кустов, цветов мы начали сажать многолетние. Это что нам дало? Предприниматель получил среднесрочный контракт, то есть он три года будет ухаживать за этой территорией и за это получать деньги. Второе, это то, что это сам производитель пришел к нам, то есть не посредник, потому что основным условием нашей оплаты было, что мы делим платеж на три части каждый год по 33%. И только производитель имеет возможность на такие условия согласиться, потому что, ну, у посредников таких возможностей нет. А сколько средств направили на вот трехлетний проект? Ну вот, трехлетний, раньше если 320 миллионов было в год, то этот бюджет умножили на три и тоже на три года отдали. Ну, 800, там, не помню, 900 миллионов. 200 миллионов. Да, но зато через три года мы уже не будем эти деньги из бюджета просить. И таким же способом на три года мы много закупок разыграли. Это видеонаблюдение сейчас по городу поставили. И тоже за счет того, что участвовал сам производитель оборудования, а софты, это уральские ребята придумали к нему, у нас почти где-то полтора миллиарда экономии было. То есть раньше мы планировали, что 2 миллиарда 400 потратим на видеонаблюдение. Мы сейчас затратили только 860 миллионов. И в эту цену еще входит трехлетнее обслуживание. То есть три года они отвечают за качество картинки с видеокамер. И такие же закупки мы сделали по ремонту и обслуживанию фонтанов, по установке и обслуживанию светофоров, уборку городских улиц и так далее. То есть мы дали шанс бизнесу на три года планировать свой бизнес. И устранили коррупционные риски. Мы каждый год тендер не разыгрываем. И самое главное, мы вышли напрямую на производителей. Вот говоря о тендерах и коррупционных рисках, я читала статью местного журналистка. Фонд писал про то, что с вашим приходом меньше стало разговоров об откатах во время розыгрыша тендеров. Часто вам предлагают откаты? Ни разу не предлагали. Не предлагали? Нет. А в целом, какие условия сейчас созданы для предпринимателей во время тендера? Насколько они стали прозрачными? Я всем своим заместителям, подчиненным всегда об этом говорю. Что, условно говоря, я не прошу откатов, и вы не должны даже намека давать. Потому что все знают, что я свой мобильный телефон опубликовал, ватсап. Я сказал, любой такой намек или разговор о том, что сотрудники Акимата что-то просят, могут писать мне. Об этом, я думаю, все знают. И мало кто рискует предлагать. В прошлом году вы опубликовали свой ватсап-номер в социальных сетях. Сейчас читаете ватсап, да, вот так вот в дороге? Да, в прошлом году опубликовал. В первые, наверное, 3-4 недели очень много было сообщений, конечно. Старался на все ответить, но не всегда получалось. Сейчас поменьше сообщений, но не каждый день. Раз в 2-3 дня обязательно открываю, смотрю. Когда вы их читаете? Вот так вот на дороге? В машине, да, или дома вечером. А на что жалуются чаще всего люди? Вообще я опубликовал номер, честно говоря, для того, чтобы были жалобы на какие-то коррупционные риски, ну, в случае, или на предложения по развитию региона. Ну, в принципе, как я ожидал, конечно, 95-98% вопросов, они касались, касаются, ну, таких текущих проблем жителей. Это мусор во дворах, качество воды, или там на верхних этажах воды нету. Даю поручение своим подчиненным, чтобы они на месте исправляли. Но для себя стараюсь понять такие масштабные, системные проблемы, которые приводят к таким вопросам жителей. А сами отвечаете жителям? Я не могу сказать, что на все, но проценты на 15-20 я сам отвечаю, а остальное в основном переправляю дальше непосредственно исполнителям. А бывает, что жители грубят, недовольные, работают, пишут в резкой форме? Нет, ну, честно говоря, нет. Критика есть, но не грубая. То есть, такого, чтобы совсем... Ну, у нас воспитанные люди у нас. Владимир, сколько сообщений приходит? Ну, сейчас я вот при вас открыл, не так много уже. Получается, где-то 7 сообщений сегодня пришло. А первое время было 200-300 сообщений в день. А это вот какое-нибудь можете открыть одно, допустим, на скидку? Вот, допустим, сейчас какая проблема станет явной? Ну, давайте. Так, вот. Опять же, на основании вот этих, ну, многочисленных жалоб мы приняли системное решение, которое позволило в этом году проблему решить. В этом году жалоб практически не было, что полигон горит. То есть, мы попросили население, ну, согласиться на небольшое повышение тарифа. Но в обмен на тариф, управляющие этим полигоном компании, они обязались взять необходимую технику, которая позволяет, ну, не допускать этих пожаров. То есть, ну, вот таким образом через жалобы жителей по WhatsApp решили эту проблему. А вот чат с Акимами, с коллегами другими у вас есть? Есть, но не со всеми. То есть там отдельные? Да, там буквально 5-6 Акимов. А это вы вот дружите, да? Ну, друг друга, да, помогаем советами. А кто это? Можете сказать? Кто согласился в чат вступить? А кто инициатором был? Другой Аким, это я. То есть, меня приняли в этот чат. А, вас добавили, да? А кто админ там? Админа сейчас нету. Ну, в смысле, в дружите Аким. Коронавирус однозначно ударил не только вот по здоровью населения, но и по бюджету всех регионов. Какова ситуация в Западно-Казахстанской области? Насколько, скажем так, уменьшился бюджет из-за того, что все средства были направлены на борьбу с эпидемией? Если в абсолютных цифрах брать, то местные бюджеты налогового поступления не уменьшились. Наоборот, есть перевыполнение, есть уменьшение поступления в исполиканский бюджет от наших компаний. Есть определенное влияние на реализацию некоторых проектов развития. Допустим, мы вынуждены были направить деньги на коронавирус, который планировали направить на строительство дорог, на реконструкцию дорог. Здесь вот у нас есть небольшое отставание. Есть, наверное, влияние коронавируса, конечно, на обрабатывающий сектор наш. Вот у нас за 11 месяцев спад обрабатывающего сектора составил 4%. Если в цифрах говорить, то в сумме это где-то 7-8 миллиардов тенге выручки недополучили наши обрабатывающие компании. В основном это связано с тем, что сократился экспорт продукции в Российскую Федерацию. Вот эти основные, наверное, наши финансовые затруднения именно в этих направлениях. Недавно министр энергетики Нагаев говорил о том, что страна начала добывать нефть на 5 миллионов тонн меньше. То есть, если раньше это было 80 миллионов тонн, то сейчас 75 миллионов тонн. В Западно-Казахстанской области есть вот эти потери? Самая крупная наша компания – это Карчаганахский консорциум. По их деятельности у нас, наоборот, идет превышение объемов добычи, как газа, так и газового конденсата, где-то на 7-8% по сравнению с прошлым годом. Поэтому на наш регион пока это не сказалось. В 2021 году сколько вы хотели бы получить? Ничего. Денег? От республики? Да. Мы рассчитываем, что программы, которые в этом году были, такая, как дорожная карта занятости, дорожная карта бизнеса и так далее, будут продолжены. Для того, чтобы регион почувствовал, конечно, развитие, минимум 35-40 миллиардов тенге в год надо инвестировать. Это наши минимальные расчеты. Это, в первую очередь, дороги, водопроводы, строительство и реконструкция объектов образования. То есть основные направления, где требуется поддержка республики. То есть в этом году вы сколько получили? 35-40 миллиардов? Нет, в этом году больше, порядка 65 миллиардов. Но этот год был сложный для всех регионов, поэтому поддержка правительства, она всем регионам в этом году была достаточно хорошая. Допустим, на дороге в этом году мы порядка 40 миллиардов тенге направили. На водопроводы 9 миллиардов тенге в этом году. То есть порядка 60-70 миллиардов как раз и потребуется. А на строительство жилья? Вот в целом жители Уральска обеспечены жильем, жители региона? Не могу так сказать. По Уральску это 26 тысяч человек стоят в очереди. Мы в этом году планируем около 1800 квартир предоставить очередникам. На следующий год мы также основной акцент хотим сделать на кредитное жилье. Наш регион по объему кредитного портфеля, депозитной базы, которая в Жилстербанке имеется, она достаточно солидная. То есть порядка 10 тысяч вкладчиков имеют депозит более 3 миллионов тенге. То есть спрос есть, нет предложения на рынке. Поэтому у нас на следующий год уже начинаем строительство нового микрорайона, которое, я надеюсь, увеличит предложение и позволит нашим жителям больше приобретать жилье. Мы для стимулирования наших сотрудников государственных выдаем жилищные сертификаты. В прошлом году на 100 миллионов сертификаты выпустили. В этом году они пользуются спросом. На следующий год планируем тоже из местного бюджета выделять деньги. Вы руководите областью с 2019 года. Ранее вы были первым заместителем Акима. Также я знаю, что вы сами из этого региона очень долго не возглавлял Западно-Казахстанскую область, выходец из самой области. А вот то, что вы являетесь выходцем из этой же области, помогает расположить к себе земляков? Ну, возможно, какая-то плюс в этом есть, конечно. Скажем так, мне, наверное, легче, потому что многих я все-таки знаю лично, знаю их, условно говоря, близких, знакомых. В этом плане, я думаю, мне полегче, но, с другой стороны, я ответственность побольше, конечно, перед земляками. Вот у нас выехать из Нур-Султана, 10 километров проехать, у нас нет дорог, освещения, воды, отопления. Здесь, вот если выехать из Уральска, ситуация такая же? Ну, по разным направлениям разная ситуация, да, есть где и мобильная связь, и интернет ловит, есть республиканские дороги, где прерывается и связь, и интернет. У нас, особенность нашего региона в том, что у нас очень много сельских населенных пунктов, это 428. То есть по сравнению с другими регионами это очень много, и, возможно, это связано с тем, что регион животнооческий, и раньше это назывались отделения, да, колхозы, совхозы, сейчас они стали сельским населенным пунктом, то есть большое количество населенных пунктов требует большого количества дорог, ну и других социальных объектов, школ, медицинских учреждений, поэтому в этом плане количество населенных пунктов влияет на и качество, и объема необходимых, необходимой поддержки. В целом в этом году селам хорошее внимание уделялось, допустим, мы начали строить 9 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, достаточно больших, каждый из них минимум миллион долларов стоит. Начали строить 3 дворца культуры в этом году в селах, 6 дворцов культуры проходят капитальный ремонт. Начали строить 3 новые школы, почти 15 школ проходят реконструкция, капитальный ремонт, то есть и вот 434 километра дороги отремонтировали, за счет республики тоже реконструкция трех крупных дорог пройдет там, где раньше никогда не было дорог, то есть ни в советское время, ни в наше время. То есть достаточно большое внимание селам уделяется, даже средства местных предпринимателей, я считаю, что тоже они идут на село, это тоже проекты развития, буквально сегодня вот мы в одном из поселков открыли спорткомплекс, там 120 миллионов тенге частных предпринимателей за свой счет построил, то есть это тоже поддержка бизнеса, государства. Среди местных предпринимателей есть ценовой сговор? Вот я видела в марте этого года у меня выходил материал, где вы мониторили цены на продукты. Первый вопрос, как часто вы проводите такой мониторинг? И второй вопрос, замечаете ли вы ценовой сговор между бизнесменами? Или вот поставщиками, между теми, кто реализует товар? Я регулярно сам посещаю, без афиширования продуктовые наши магазины. Есть специальная мониторинговая группа, которая мне показывает цены на рынке и в рознице. Поэтому, конечно, отслеживаю ситуацию по ценам. Что касается ценовых сговоров, не исключаю такие факты, но, опять же, в принципе, регион небольшой, и все на виду. И информация такая доступная, открытая. Мы знаем, кто является оптовым поставщиком, кто является посредником между оптовым поставщиком и розничной сетью. Мы знаем розничные сети владельцев, знаем производителей продуктов питания, которые в регионе есть. То есть, таких серьезных фактов ценового сговора я пока не видел. А западная казахстанская область коррумпирована? Как обстоят дела с коррупцией? Как часто вскрывают факты коррупции среди госслужащих? Скажем так, уровень коррумпированности региона, он такой, мне кажется, достаточно субъективный. Наверное, разные рейтинги есть. Недавно была в СМИ информация, что мы на первом месте по уровню коррупции. Хотя, наоборот, мне кажется, это результат проявления нетерпимости коррупции. То есть, то, что я говорил, у нас есть проблемы на дорогах с безопасностью. Были факты и многочисленные жалобы, в том числе и мне жаловались, что есть факты коррупции среди сотрудников департамента полиции. Поэтому мы с руководством департамента полиции, с руководством антикоррупционной службы принимали меры, чтобы появлять и регистрировать, и уменьшать, конечно, такие факты. Поэтому из-за того, что именно внутри полиции стали выявлять недобросовестных наших сотрудников, количество зарегистрированных таких случаев, дачи и получения взятки, оно наш рейтинг, скажем так, подпортило. Но я, наоборот, считаю, что это хорошо. Мы не скрываем, мы, наоборот, работаем на то, чтобы выявлять среди наших государственных органов, сотрудников государственных органов, таких вот недобросовестных людей. Поэтому в этом направлении будем работать. А среди сотрудников Акимата, вот на сегодняшний день, насколько я знаю, нет судебных решений по фактам коррупции. Ну, скажем так, за Акиматы, я могу сказать, что уровень коррупции небольшой. Какие задачи в краткосрочной перспективе, в долгосрочной стоят перед вами, как перед руководителем области в ближайшее время? Задачи минимум, максимум? Краткосрочная... Ну, вообще основная цель, конечно, это постоянное повышение доходов населения, персонально каждого человека. Для этого есть, условно говоря, разные источники, в том числе государственный бюджет. И краткосрочная задача – это искать резервы внутри государственного бюджета, то есть анализировать проектно-сметную документацию, анализировать проблемы, которые возникают, и находить системные решения, чтобы оно помогло сократить расходы бюджета и качественно отразиться на предоставлении услуг или качественно отразиться на строительстве объектов. Второе – это то, что я не скрываю, я сторонник государствления. То есть я считаю, что государство не должно управлять или владеть объектами, где это мог бы сделать бизнес. И мы будем постоянно в этом направлении работать, в этом году мы передали бизнесу, допустим, колледж один, передали спортивные объекты, передали коммунальный рынок, передали услуги по стерилизации бродящих животных и так далее. То есть я буду работать на то, чтобы максимально избавляться от несвойственных нам функций или тех функций, которые бизнес может лучше делать. Это позволит также предпринимателям получить какие-то новые виды бизнеса и, соответственно, платить заработные платы своим сотрудникам. Это постоянные наши перманентные задачи и работа. Что касается среднесрочных, долгосрочных, это, конечно, поиск резервов внутри субъектов естественных монополий. Это вода, тепло, электроэнергия. У нас относительно низкие тарифы для населения. И есть необходимость сохранить приемлемый уровень тарифа для населения и в то же время дать возможность субъектам естественных монополий проводить модернизацию своих основных фондов. Это среднесрочная задача. Долгосрочная, наверное, в первую очередь, это река Жаих. То есть добиться того, чтобы максимально увеличить объем воды в реке, которая является основной артерией водной нашей области. Другие задачи, они, наверное, для всех регионов похожи. Это строить жилье, ремонтировать дороги, строить школы, водопроводы, газопроводы и так далее. По воде у нас есть еще, к сожалению, у нас сельское население на 88% обеспечено водой. То есть там надо строить, значит, уже если не центральные водопроводы, то какие-то модульные комплексы, которые будут питьевой водой обеспечивать. 98% у нас обеспеченность по газу, ну, есть еще необходимость, наверное, увеличить. Ну и не связано, наверное, с деньгами. Это, опять же, постоянная работа на то, чтобы повышалось доверие населения к власти. То есть я всеми своими действиями, не знаю, словами стараюсь, ну, направляю на то, чтобы доверие населения к власти повысилось. От этого очень много зависит. От этого зависит стабильность в регионе, от этого зависит согласие внутри региона. Ну и от этого зависит, наверное, развитие региона. Потому что если будет у нас все решения приниматься на основе обсуждения с населением, с потребителями, конечно, я думаю, нам это легче будет работать органы власти. Вот говоря о доверии, я мониторила вашу работу, прежде чем записать интервью, и я не нашла какого-то репутационного скандала. Хотя мы знаем, что у нас вот главы областей, главы министерств часто всплывают какие-то скандалы с родственниками, с распределением средств, часто звучат нарекания, и, соответственно, это вызывает недоверие. Здесь в этом случае я не нашла ни одного скандала за весь срок работы на государственной службе. Это действительно вызывает и доверие, и уважение. Вот как удается сохранить такую, можно сказать, безупречную репутацию, я считаю, что это редкость. Как получается сохранить ее, несмотря на то, что срок работы на государственной службе, вы были заместителем Акима в Актюбинской области, здесь первым заместителем, председателем Банка развития Казахстана, то есть много работы вот и в управлениях, если я не ошибаюсь, да, где-то. И вот ни одного скандала. Как удается вести себя таким образом? На самом деле это несложно, надо просто честно работать. Когда честно работаешь, ну, это легко. То есть у тебя нет обязательств перед тем-то, тебе никто не должен. И, соответственно, ты, условно говоря, есть работа, есть информация, есть люди, с которыми ты работаешь. И когда ты честен со всеми, то тебе не надо никого обманывать. И это очень помогает в работе. Соответственно, наверное, с этого складывается репутация. Ну, одной честности, вы думаете, достаточно? В любом случае, ну вот, бывает же, что у одного министра, допустим, брат ввязался в скандал. Где-то подчиненный нарушил какие-то этические нормы. Знаете, на государственной службе очень сложно оставаться такой с хорошей репутацией. Не только потому, что человек, условно говоря, хотел пойти на какое-то нарушение. Но достаточно много ограничений, барьеров, там, таких и законодательных, и где можно споткнуться. Ну, споткнуться. Поэтому говорить о том, что на самом деле это просто так работать, не могу. Сложно. Я введу к тому, что это говорит об окружении человека тоже. Ну, я бы не хотел, наверное, там, совсем так, какие-то высокопарные вещи говорить. Но, наверное, это воспитание. Ну, внутри семьи. А в соцсетях вас часто критикуют? Ну, я все соцсети, честно говоря, не мониторю. Там я в Фейсбуке нахожусь. И у меня есть открытый доступ к моему мобильному WhatsApp номеру. Ну, критика есть. Как вы реагируете на критику? Вот когда это не какое-то замечание по работе, да? А когда вот пытаются задеть лично вас, когда это деструктивная где-то критика? В первое время, скажу, сразу честно, немного переживал. Но сейчас уже научился не обращать на это внимания. И, наверное, соответственно, такая критика уменьшилась на самом деле. На конструктивную критику реагирую, как можно реагировать. То есть ищу системные какие-то решения, чтобы такой критики не было. Потому что обычно конструктивная критика, она относится не персонально к одному человеку, она относится к широкому условию населения. И выявляет такие большие общие проблемы региона или действия властей, которые вызывают эту критику. Поэтому конструктивную критику я приветствую. Еще больше приветствую, когда люди пытаются подсказать решение. А еще больше приветствую, когда люди сами хотят принять участие в решении таких проблем. А к журналистам как относитесь? Я заметила, что вы собираете журналистов не тогда, когда нужно что-то пропиарить, открыть объект. Я вот приехал сюда, уехал туда. А когда нужно вскрыть какую-то проблему? То есть вы используете средства массовой информации не как инструмент для пиара, а как источник того, чтобы информация о каких-то проблемах региона была обнародована? Ну, наверное, это и есть главная задача средств массовой информации, чтобы доводить до населения решение власти и, наоборот, доводить до власти проблемы и пожелания населения. Поэтому я считаю, что это правильный подход, когда используются средства массовой информации именно вот в такой конструктивной работе. Ну, пиар, не пиар, я не знаю. А не боитесь, что население, допустим, может это неправильно воспринять? И не боитесь выглядеть не в лучшем свете? На фоне, допустим, коллег, которые показывают, что они открыли, начали работу над чем-то, и стараются не освещать какие-то проблемные моменты? Ну, такие риски, наверное, существуют, присутствуют. По крайней мере, формат работы у меня такой. То есть подход будет таким же, да? Пока я не планирую его менять. Полина Жмиденович, спасибо большое, что уделили время, несмотря на то, что сегодня суббота, выходной день. Желаю вам дальнейших успехов в работе. И хочу добавить, что мне очень понравился город, сплетение историй. Спасибо вам большое. Приезжайте почаще. Самый чистый город у нас. Всегда рады гостям. Кстати, да, он не входит в топ загрязненных городов. Всё, спасибо вам большое. Вам спасибо. Надеюсь, ещё запишем интервью. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok